23 февраля мы отметим День защитника Отечества. В канун праздника на площади Славы почтили память героев, отдавших жизни за мирное небо. Глава Серпухова, руководители общественных и структурных объединений, жители муниципалитета возложили цветы к вечному огню. Затем во Дворце культуры России прошел праздничный концерт. Зимнее солнечное морозное утро. На площади Славы выстроены курсанты Серпуховского филиала военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Будущие защитники нашей страны. С красными гвоздиками в руках все идут к вечному огню. Возлагают цветы глава Серпухова Сергей Никитенко, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова, городской прокурор Роман Денисов, начальник филиала военной академии РВСН Андрей Морозов, благочинные Серпуховского церковного округа иерей Игорь Чабан, депутаты, общественники, офицеры, ветераны боевых действий, курсанты. Далее все перемещаются в зрительный зал Дворца культуры России. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, начинается с выступления курсантов филиала военной академии и обращения главы. В этом году эта дата, праздничная дата, имеет особое значение. Страна наша столкнулась и находится в особых условиях, условиях вызова. Для нас немаловажно осознавать, что сотни тысяч россиян, военнослужащих Министерства обороны, сотрудников правоохранительных органов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, в настоящий момент находятся в зоне проведения специальной воинской операции и выполняют боевые задачи, зачастую с риском для собственной жизни, для того, чтобы мы оставались единой великой страной. Глава вручил богодавственные письма тем, кто сегодня готовит будущих офицеров, кто занимается на производстве для обороны промышленного комплекса страны и тем, кто продолжает следить за безопасностью Серпухова. Основное направление наше – это патриотизм среди молодежи. Это сейчас доказывается, где проводят специальные военные операции. И мы, как Росгвардия, стараемся участвовать во всех мероприятиях, где участвует молодое поколение наше. Проводим беседы, агитацию, рассказываем, показываем, обмениваемся опытом с молодым поколением, чтобы они выросли все достойными, градами нашей страны. Патриотизм начинается еще со школьной скамьи. Сейчас в каждом образовательном учреждении есть отряды юноармейцев. Большая часть ребят вступает в него уже с пятого класса. Сегодня для них особенный день. Им вручают значки юноармейца, глава Серпухова и начальник филиала военной академии. Получить значок – это очень важно, потому что таким образом мы вступаем в ряды юноармейцев. Юноармейцам быть классно, потому что становимся патриотом своей страны. И мы посмотрели, как старшеклассники это делают, и нам тоже очень понравилось. Мы решили тоже вступить в эти ряды. Ты получаешь знаний, и коллектив твой, и друзья новые появляются. Тебе обдают военную подготовку, ездить по всяким соревнованиям. Глядя на этих прекрасных молодых ребят и девчат, мы понимаем, что у нашей страны, у нашего города есть прекрасное будущее. Пусть праздник придаст силы и тем, кто находится в этом зале, и тем ребятам, которые выполняют боевые задачи. Я всем желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия. Свои награды сегодня получают и преподаватели, сотрудники филиала военной академии. Поздравляют с присвоением звания заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Это особая гордость и как пример всему подрастающему поколению.